Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. Народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов, которые коснулись бюджета муниципалитета на ближайшие три года, а также изменений категории населенных пунктов. Подробности далее. У нас сегодня из 31 депутата присутствует 21 депутат. Какие будут предложения? Начальник, да? Кто за данное предложение? Ты, в связи с этим депутатом, прошу согласоваться. Первый вопрос повестки дня – внесение изменений в бюджет на текущий год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходную часть казны городского округа Люберцы предлагают увеличить на 827 миллионов рублей. Итоговая сумма превысит 21 миллиард. Из чего это складывается? Налоговые и неналоговые доходы 656 миллионов рублей. НДПР – 291 миллион рублей. Налоговые участки – 11 миллионов рублей. Налоговый совокупленный доход – 36 миллионов рублей. Государственные пошлины – 11 миллионов рублей. И доходы от использования имущества – 12 миллионов рублей. Также поступают нам субвенции и субсидии, дотации и субсидии из вышестоящих бюджетов. Это в основном на благоустройство, вопросы по строительству и реконструкции объектов техноснабжения. Во время заседания депутаты городского округа Люберцы рассмотрели вопросы, касаемые изменения категории сельских населенных пунктов. «Жили на один», «Мирный» и «Деревню Марусина» предлагают преобразовать в поселки городского типа. «Деревню Марусина в настоящее время насчитывает уже 9206 человек. Разбивается интенсивно с 2011 года. В основном это пятиэтажные дома. Инфраструктура насчитывает две общеобразовательные школы. На 850 мест один детский сад. Поликлинику два торгово-развлекательных центра. Центральное отделение МОЗ обл. Пош-Спас. Не существует автобусное сообщение как с городом Люберцы, так и с городом Москвой. На территории деревни также имеется развитая коммунальная инфраструктура. Свет, электричество, газ, водопровод также соответствуют по всем признакам поселку городского типа». 19 депутатов за это решение. Один выступил против и еще один воздержался. В конце встречи народные избранники единогласно поддержали ходатайство о награждении главы городского округа Люберцы знаком за заслуги перед Московской областью третьей степени.